В эфире информационная программа «День города» в студии Ирины Ковалева. Здравствуйте! О самых важных и ярких новостях, прошедших выходных и первого рабочего дня, вам расскажут мои коллеги, журналисты телекомпании «Город». Вот некоторые темы выпуска. Жертвы купального сезона. На выходных несколько человек утонули в рязанских водоемах. Рейд по неблагополучным семьям как профилактика случаев падения детей из окон. Лунное затмение. Каким образом оно может повлиять на человека? Из-за довольно прохладного лета купальный сезон открылся совсем недавно. Рязанцы спешат насладиться теплом на городских и загородных пляжах. Однако порой такой отдых заканчивается трагедией. В минувшие выходные в рязанских водоемах утонули три человека. Подробнее о происшествиях и в целом о ситуации расскажет Валерий Седов. 5 августа около пяти часов вечера в МЧС на пульт дежурного поступило сообщение о страшной трагедии. На Ореховом озере утонул ребенок. Девочке было всего 7 лет. Выходные, к сожалению, ознаменовались не только этой трагедией. В тот же день, 5 августа, в Путятинском районе из реки Пара очевидцы вытащили тело мужчины. В Барковском карьере ночью суббота на воскресенье утонула девушка. К сожалению, холодное лето помешало рязанцам открыть купальный сезон вовремя. Но теплый август подарил отличную погоду. Все это в комплексе привело к печальным последствиям. Новость об утонувшей на Ореховом озере девочки всколыхнула социальные сети. Точной информации никто из пользователей не обладал. Поэтому новость породила целую волну паники. Нам удалось встретиться со спасателем, который работал в тот день. Он рассказал нам детали, но за камерой. Молодой человек делал обход вдоль берега, когда к нему подбежала женщина. Она кричала о пропавшем ребенке. По словам спасателя, сложно было понять, где именно потерялся ребенок – в воде или на пляже. Через несколько минут стало ясно, что девочка отправилась купаться и пропала. Спасателю даже показали примерное место, где это могло произойти. Первым делом он позвонил в МЧС и потом побежал в воду. Говорит, нырял долго, но найти никак не удавалось. К нему присоединились добровольцы – люди, отдыхающие на пляже. Спасатель пытался найти тело девочки до самого приезда сотрудников МЧС. В результате ему самому понадобилась медицинская помощь. Парня отвели в скорую с переохлаждением. Второй день у него держится температура 38. Но, дрожа от холода, он все порывался помочь бригаде спасателей в поисках тела. В 17 часов 11 минут девочку вынесли из воды. Обстоятельства дела уточняются. От лица главного управления МЧС России по Рязанской области напоминаю о необходимости строго соблюдения правил поведения на водных объектах. Окупаться в определенных местах, то есть это на пляжах. И следить, не купаться в нетрезвом состоянии, что способствует гибели людей. И обязательно следить за своими детьми. В Рязани 46 пляжей, оборудованных всем необходимым для купания. При входе висят информационные щиты, которые напоминают основные правила поведения на воде. Не стоит ими пренебрегать. Если во время купания вы заметили тонущего человека, то сразу же сообщите об этом спасателям на пляже. И позвоните на единый номер МЧС 101. В регионе растет статистика детской смертности. Беспечность родителей, которые оставляют малышей без присмотра, нередко приводит к тяжелым травмам и даже гибели. Полицейские призывают жителей области внимательнее относиться к своим и чужим детям, особенно в летнее время. Последний случай выпадения ребенка из окна был зафиксирован в Рязани на улице Новый. Трехлетний мальчик рухнул с высоты четвертого этажа, из-за чего получил травмы. Малыш сейчас в больнице. Но часто такие инциденты завершаются трагически. И, как правило, происходит лето. Жара, окна в квартирах нараспашку. Именно потому, что случаи выпадения детей из окон стали явлением частым, сотрудники полиции уделяют еще больше внимания профилактике. За летний период, за прошедшие два месяца 2017 года, к сожалению, количество детей, которые выпали из окон своих домов, уже больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Я считаю немаловажным обратить внимание родителей на то, чтобы они не оставляли своих детей без присмотра, в особенности детей в возрасте от одного года до пяти лет. Потому что эти дети достаточно любознательные, но в силу своего возраста они еще не способны понимать всю опасность ихнего нахождения на подоконниках. Еще раз напомнить о том, что нельзя оставлять окно открытым, а ребенка без присмотра. Мы с инспектором отправились в одну из рязанских семей. Общежитие в поселке Строители. Четверо маленьких детей. Небольшая комната на всех и, естественно, окно открыто. Вот я вижу, у вас окно сейчас открыто. Как осуществлять контроль за тем, чтобы детки не подходили к окну? И как пытаетесь снизить риск выпадения ребенка из окна? Смотрите за ними. Мы стараемся окно, чтобы было закрыто, проветрите. Так, то есть вот сейчас вы проветрите окно, после чего его закройте, да? Потому что понимаете, что дети маленькие, как бы достаточно любознательные, им интересно, что происходит на улице. Особенно, когда слышат, что там кто-то гуляет, кроме них. То есть, понимаете, да, ребенок, вот у вас стол стоит рядом с окном как раз, то есть ребенок может как бы залезть через стол на подоконник, после чего, как бы смотря вниз, может перевесить его тело, и он упадет вниз. Итаж у вас четвертый достаточно высоко. После такой беседы не только их мама, но и старшие дети будут внимательнее друг к другу, особенно к самым младшим. Ну, когда мама уходит, я с ним играю, но не подпускаю к окну. Но в каждую семью не пойдешь. Всем родителям лично не расскажешь о главных правилах безопасности. Полицейские раздают памятки и надеются, что в этом районе трагедии не произойдет. Но о том, что ничто не заменит любознательным малышам внимание и бдительность взрослых, важно помнить и понимать самим родителям. Статистика гласит, что именно в выходные дни увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. В лучшем случае участники аварии отделываются легким испугом и парой ушибов. Но в минувшие выходные в Рязанской области произошло несколько аварий со смертельным исходом. Вечером 4 августа на 31-м километре автодороги Сассово в восход Кадом произошла серьезная авария. По предварительной информации, 38-летний житель Рязанской области, управляя автомобилем ВАЗ 15-й модели, выехал на сторону дороги, предназначенную для движения во встречном направлении, где совершил столкновение с автомобилем Киа-Рио. В результате ДТП водитель отечественной легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия. Его 64-летняя пассажирка, жительница Рязанской области, а также водитель автомобиля Киа с полученными травмами были доставлены в больницу. А в воскресенье 6 августа примерно в 6 часов вечера на 228-м километре автодороги Р-22 Каспий Михайловского района, 23-летний житель Рязани, управляя автомобилем Лада Калина, не справился с управлением при обгоне КамАЗа. В результате неудавшегося маневра он совершил съезд вправо по ходу движения к Кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля, девочка 13 лет, грудной ребенок и 18-летняя Рязанка получили травмы, с которыми были доставлены в больницу. Еще одна пассажирка, 10-летняя жительница Рязанской области, от полученных травм скончалась на месте автоаварии. Госавтоинспекция просит водителей быть аккуратнее во время движения как в черте города, так и за его пределами, соблюдать скоростной режим и здраво оценивать дорожную ситуацию. От этого зависит жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. Борьба с коррупцией – одна из важнейших задач всех служб и ведомств, стоящих на страже закона. Отдельное направление работы – коррупция в среде должностных лиц. Такие преступления в регионе выявляют регулярно. Отделом по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции проанализировано состояние борьбы с коррупцией в правоохранительных органах Рязанской области за первые полугодия 2017 года. В итоге уголовные дела возбуждены в отношении пяти полицейских и двух сотрудников УФСИН. К уголовной ответственности за совершение преступления коррупционной направленности привлечено 12 сотрудников правоохранительных органов. Из них – девять сотрудников МВД, один сотрудник Федеральной службы судебных приставов и два сотрудника ВСИН. Установлено, что младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии номер 6 УФСИН России по Рязанской области, являясь должностным лицом, из корыстных побуждений 12 февраля 2017 года договорился с осужденным о содействии в передаче ему запрещенных к использованию хранению осужденным мобильного телефона и двух колод игральных карт за 12 тысяч рублей. 13 февраля 2017 года, используя приложение «Мобиденьги», осужденный поранее достигнутый с инспектором договоренности с расчетного счета своего мобильного телефона, перевел 12 тысяч рублей на личный банковский счет инспектора. А 11 мая 2017 года указанное уголовное дело было направлено в Советский районный суд города Рязани для рассмотрения по существу. Приговором Советского районного суда города Рязани инспектор исправительной колонии номер 6 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Указанный приговор сторонами не обжаловался и вступил в законную силу. Министерство обороны России разработало законопроект то о реорганизации системы военной подготовки студентов. Если его примут, то военные кафедры в учебных заведениях исчезнут, передает информационный портал Life. Вместо них появятся военно-учебные центры, что, по мнению военных, повысит качество подготовки резервистов. Проект был подготовлен после того, как 16 мая 2017 года появилось поручение президента России Владимира Путина о совершенствовании системы военной подготовки студентов в государственных образовательных организациях высшего образования. По мнению разработчиков, в военных центрах при вузах должны проводить подготовку рядовых, сержантов и офицеров запаса только по тем специальностям, которые в каждом конкретном учебном заведении будет запрашивать военное ведомство. Изменения коснутся и нормативно-правовой базы для поступления в военно-учебные центры, которые будут действовать при вузах. В ведомстве считают, что создание подобных центров повысит конкуренцию между вузами. Они должны будут доказать совместные комиссии Минобороны и Миноборнауки, что именно специалисты их вуза способны в современных условиях войны стать первоклассными танкистами, артиллеристами, связистами. В Минобороны считают, что создание военно-учебных центров позволит студентам во время обучения в вузах пройти подготовку по военно-учетным специальностям солдат, сержантов, офицеров без их призыва на военную службу. Однако, как следует из закона проекта, студенты, обучающиеся в подобных центрах, смогут заключать контракты на прохождение военной службы после окончания учебы в институте. К ним приковано внимание и автолюбителей, и пешеходов. От их исправной работы зависит движение в городе. Именно они помогают нам ориентироваться на дорогах и избегать аварийных ситуаций. 5 августа – День светофора. Все о работе светофоров и интеллектуальных транспортных систем в нашем городе знает Анна Герцовская. Мы находимся в центре организации дорожного движения. Здесь ведется контроль за работой интеллектуальной транспортной системы. В Рязани существует 26 умных перекрестков, начиная от Московского шоссе по Первомайскому проспекту, переходя на выезд из города в сторону Самары. Этот путь горожане и гости Рязани могут проехать под так называемую «зеленую волну», поскольку светофоры с помощью специального оборудования и камер, которые установлены на этих перекрестках, меняют интервалы своего включения от 1 до 5 секунд, чтобы разгрузить дорогу. Сейчас я выхожу на перекресток и появляюсь в зоне видимости камеры интеллектуальной системы. В перспективе развития данной системы по инвестиционному проекту запланировано на 2017-2018 годах развитие данной системы еще добавить 27 светофорных объектов. Это будет выезд на Восточную окружную и на Северную окружную в основном. Ну и дежинку немножечко мы перекроем. Автоматизированные системы управления дорожным движением будут установлены там, где существуют затрудненные участки дорожного движения. Не только благодаря светофорам, но и с ремонтом дорожного покрытия, появлением платных парковок, специальных карманов на остановках для общественного транспорта меняется общая ситуация на улицах города. Недавно Рязань посетил заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов. За два года в Рязани стояла задача значительно улучшить показатели обстановки на дороге. Вы решили, значит, в первый год как можно больше покрытия отремонтировать, для того, чтобы, ну, действительно, там, жители увидели реальную картину. Потому что вот интеллектуальная транспортная система, реальный житель, увидеть ему сложно. Можно, конечно, скажем так, как-то ощутить, и кто знающий, понимает, да, почему я еду там по улице Первомайской, да, где там 26 вот этих перекрестков, вы там управляете движением. Но я думаю, что об этом знают, ну, там, 100 человек в городе. Однако с появлением новых умных перекрестков «Зеленая волна» станет более ощутимой. К тому же недавно в результате погодных явлений некоторые из автоматизированных систем были повреждены. Во время грозы повредилась часть оборудования. В бюджете городском, к сожалению, на большой такой ремонт не заложены денежные средства. Ждем, когда будут финансирования, и мы будем устанавливать несколько поврежденных светофорных объектов для того, чтобы вознагреть так называемую «зеленую волну» в городе Рязани. Так что, когда все перекрестки вновь заработают в полном объеме, граждане даже в час пик заметят, что по центральным улицам Рязани можно проехать через весь город, как и прежде, очень быстро. Сейчас под контролем Центра организации дорожного движения находится в общей сложности 117 перекрестков со светофорами, включая 26 интеллектуальных. А еще совсем недавно такой роскоши не приходилось и мечтать. Первый светофор в Рязани появился в 1949 году на площади Соборной, где сейчас находится конечная остановка первого троллейбуса. С годами развитие шагнуло вверх настолько, что сейчас в городе существует около 20 пешеходных светофоров Т7, работающих на солнечных батарейках. И, может быть, в скором времени в Рязани появятся светофоры, которые способны в зависимости от времени суток самостоятельно контролировать яркость своего сигнала для того, чтобы экономить городскую электроэнергию. Ночью они могут светить бледнее, а днем ярче. Такое оборудование уже существует в других странах. В самом центре Рязани в одной из наиболее живописных уголков появился Бресюирский мост. Соответствующую табличку установили на улице Горького рядом с Лыбецким бульваром. Мост назван в честь дружбы городов-побратимов Рязани и французского Бресюира. Надписи на табличках сделаны на двух языках. Напомним, рязанские депутаты планировали назвать улицу в честь Бресюира, но позже решили, это название будет носить ранее безымянный мост. Август знаменит космическими явлениями, которые люди могут наблюдать с Земли, часто невооруженным глазом. Этот месяц не стал исключением. Начиная с 7 августа грядет череда событий, которым будет приковано пристальное внимание многих людей. Подробнее о них расскажет Анна Герцовская. 7 августа после захода Солнца, начиная с 8 вечера по московскому времени, можно наблюдать частное лунное затмение. В 9.21 затмение достигнет своего максимума. И Луна закроется где-то процентов на 25. Собственно говоря, это, конечно, интересно, но это ни о чем. Бывают интересные затмения, когда Луна практически полностью исчезает с неба. Следом за этим, 21 августа произойдет полное солнечное затмение, однако его наблюдать можно будет только в США. Как говорят астрономы, эти явления никак не воздействуют на людей, однако есть и другое мнение. Астрологи предупреждают о том, что даже частное лунное затмение может наложить свой отпечаток. В этот день люди подвержены особой нервозности. Очень важно в этот день будет ни с кем не поругаться, сохранить совсем добрые отношения, никому не наговорить гадостей, в общем, не устроить никакой шум на пустом месте, и буря в стакане воды. Если взять историю столетней давности, то именно в 1917 году произошло семь различных затмений, что вполне можно связать с событиями, которые в это время происходили в стране, а именно с Великой Октябрьской социалистической революцией. Так что если астрономы отрицают влияние космических объектов на людей, астрологи могут объяснить с помощью этого взаимодействия все явления. Астрономия произошла от астрологии. Изначально была астрология, и астрономией занимались астрологи в силу того, что им надо было вычислять положение планет, и все планеты были открыты на кончике пера астрологами фактически. Аган Кеплер, который открыл несколько законов астрономических, был астрологом. Тихо Браги, который считается отцом астрономии, Галилео Галилей знаменитый, был астрологом. Просто об этих увлечениях сейчас говорить не принято. А так на самом деле эти люди все были блестящими астрологами в первую очередь. Что же касается так называемого звездопада, который состоится с 12 на 13 августа, в этом году метеорный поток Персиды будет менее заметен, чем в прошлом году, благодаря яркому свету Луны. И чтобы загадать желание, нужно постараться. Кстати, в прошлом люди совершенно иначе реагировали на звездопады. Наоборот, падающих звезд очень боялись. И девушкам полагалось закрывать глаза, иначе она могла влюбиться в прелестника, оказаться как бы в плену у не человека, а у духа нечистого, иначе, как тогда говорилось. Эту девушку потом особым образом отговаривали от этого прелестника. Но времена идут, и желание исследовать космос берет вверх. В предстоящей осенью начнется период наблюдений за глубоким космосом, когда будет очень удобно исследовать космические тела. Ну а пока с помощью интернета можно увидеть и другие явления. Всегда есть искусственные спутники Земли, вспышки иридимов, полеты МКС. Поскольку сейчас Солнце в наших широтах не глубоко заходит за горизонт, это все доступно всем. Все могут наблюдать в два клика в интернете, могут узнать, когда и что будет случаться. Когда будут вспышки, когда пролетает международная космическая станция. Так что наблюдайте за космическими явлениями и замечайте, воздействуют ли они на вас. А для того, чтобы избежать негативного влияния и легче переживать различные происшествия, а также предвкушать радостные моменты, можно обратиться к астрологии. Таким увидели этот день мои коллеги. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города в красивом месте с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? КОНЕЦ 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 КОНЕЦ